Укроповские позиции Тридцать восьмым батальоном, сороковым и Ахматом Соперник особо сопротивления не составил, так как мы ему зашли, откуда он не ожидал с тылу И бросил позиции, вещи, трофеи, бронежилеты, каски, личные вещи, двухсотых И оставили позиции, мы их догнали до Боровского, но остались на этих позициях, закрепились для дальнейшего наступления Серьезность укреплений внушает, километры траншей, пулеметные точки и блиндажи для укрытия от огня артиллерии Нацисты готовились к длительной обороне Однако против решительного натиска освободителей все вышеперечисленное не помогло Враг сломлен Понимаю, что дело подходит уже к концу, биться им нечем и некем Я думаю, что все равно скоро сдадутся Потому что у них остаются два пути Либо сдаться, либо погибнуть на поле боя Надлавливаются, конечно Почему? Потому что нас больше, они текают Текают, текают Там остаются где-то у них на, как сказать На отход человек 10, там, таких наколотых, может быть, чем-то Настреливаются Нам как бы не страшно, у нас боевой дух, стремление защитить, выгнать и поскорее вернуться домой Освобождение Луганщины продолжается Украинские нацисты, отступившие в Боровское, обрекают себя на верную смерть Так как Северодонецк находится под контролем народной милиции Луганской Народной Республики и союзных войск И шансы на успешное отступление у кратителей совершенно отсутствуют Честно говоря, я не знаю, что они за него держатся, как стратегического я в нем не вижу То есть, просто они за него держатся Почему? Я не могу сказать Такого стратегического я не вижу, потому что наши уже в Северодонецке И сейчас, если они вовремя не отойдут, они окажутся в кольце Когда Северодонецк полностью падет, то они окажутся Боровское в кольце Там дальше идет Сиротина Ну вот эта группировка, кажется, в кольце есть, а она сейчас не выйдет Северодонецк Северодонецк